И это снова футбол, на этот раз матч с участием двух национальных сборных. Одна из них входит в элиту мирового футбола, а другая не входит. Ну, действительно, не входит, да и шансов на успех у неё есть сегодня мало. Если же ей всё же удастся не проиграть, это будет настоящая сенсация. Сегодня Германия сыграет со сборной Венгрии. Как ты думаешь, какие задачи команды решают вот в таком товарищеском матче? Ну, мне кажется, матч, если и не представляет особого интереса для болельщиков, то для нас и для самих игроков он очень интересен. Потому что новые тактические схемы, и игроки хотят себя, разумеется, проявить. И посмотреть на всё это чрезвычайно любопытно. Состав сборной Германии сегодня. Нас ждёт яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Берлинский Олимпиаштадион был открыт в 36-м году. В 1963-м он стал домом для Герты, а последняя реконструкция была здесь в 2004-м году. Да, как раз к чемпионату мира, который прошёл в Германии. В 2006-м Олимпиаштадион принял на своём поле финальный матч того мундиаля. А спустя 9 лет финал Лиги Чемпионов, в котором встретились Барселона и Туринский Ювентус. Посмотрим, как будут играть гости. Три нападающих. Это серьёзная угроза для соперников. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Итак, начинается у нас матч и сборная Германии в центре поля. Мюллер. Адам Салай. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Тони Кросс. Леруа Сане. Немецкая команда с мячом атакует через фланг. Там свободная зона. Месут Озил. Ну, Мюллер на свободном пространстве. Вратарь забирает мяч. Грамотный пас. Всё по делу. Сами Хедира. Росс. Ройс. Хедира. Немецкая команда с мячом атакует через фланг. Там свободная зона. Мюллер. Прижали соперника к воротам. Несут Озил. Несут Озил. Гол. Вот что бывает, когда игрок не боится брать на себя игру и смело идёт в обводку. Такие моменты начисто деморализуют противника. Да, смелость в города берёт. Хотя в данном случае, похоже, город сдался без боя. Смогла сборная Германии выйти вперёд в этом матче. Стоит отметить чёткие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Хедира. Томас Мюллер. Марко Ройс. Ну и где же нарез? Аут. Мяч у Германии. Можно подать. Кимми. Ройс. Ещё чуть-чуть и был бы гол. Балаш Джуджа. Адам Салай. Ройс. Марко Ройс. Есть поддержка от атаки. Можно что-то придумать тут. Кросс. Пас на Марко Ройса. Подавай. Позил. Пас. Пас. Ещё раз пас. Очень много передач у этой команды. Марко Ройс. Успешно навязал борьбу. Теперь придётся побороться ещё раз. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Как вариант продолжения напрашивается навес. Не получился навес. Мяч выбит первым же игроком соперника. Рос. Хедира. Хумельс. Месут Озил. А это один из самых лучших почтальонов современного футбола. Месут Озил. Отличное решение. Тони Кросса. Там Ройс может сыграть. Хорошая подача получилась. Но никто не смог там сыграть. Ройс. Потерял он мяч. Но кому он достанется? Неудачно распорядился игрок мячом. И соперник не... Леруа Сане. Не точный удар. Мяч проходит выше. Хедир. Озил. Леруа Сане. Гектор. Лерой Сане. Передача на... Озил. Пробивал уже сегодня галкипера этот игрок. А вот во второй раз пока не получается. Ждал и был готов ротарь к этому удару. И сыграл действительно здорово. Ройс. Ставит корпус. Не расстается. И штрафной в пользу Германии. Защита первая на мяче. Вынос. Балыш Джуджер. Две минуты добавлены к основному времени тайм. Удар поворота. Неплохо в этом эпизоде сыграл Нойер. Но и мяч был несложный для вратаря такого класса. Итак, завершен первый тайм товарищеской встречи в сборных. И команда ведет с перевесом в один мяч. Тактически очень неплохо смотрелась игра. Были моменты. Защита очень хорошо отрабатывала. Но вот пошли ребята вперед. И в итоге своего добились. И так начинается у нас матч и сборная Германии в центре поля. Мюльнер. Прижали соперника к воротам. Мы... Месутозил. Месутозил. Гол. Неудачно распорядился игрок мячом. И соперник не... Леруа Санэ. Не точно удар. Мяч проходит выше. Возвращаемся на Олимпиаштаде. Адам Салай. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Месутозил. Леруа Санэ. Озил. Йонас Гектор. Мяч потерян. Отличный перехват. Константин, хотелось бы услышать твое мнение об игре Месутозила. Как он смотрится на двор сгеном? Так. Ну, я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы. Поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество. И забить еще как минимум парочку. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Леруа Санэ. Мяч перешел к другой команде. Грубо в отборе играет он. Желтая будет. Нарушают правила немцы. И арбитр предупреждение показывает за грубую игру. Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Ух, какой все-таки опасный подкат. И наказание совершенно справедливо. Замена в составе обеих команд. Интересно, как это повлияет на рисунок игры. Пошли последние полчаса игры. Не точно следует передача. И команда теряет мяч. Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Удар. Сейв. Неудачно отбивает он мяч. И впереди есть адресат. Здорово его заметил Озил. Опасно могло получиться. Но никто до мяча так и не дотянулся. Джошуа Кимми. Навес в направлении Томаса Мюллера. И выносится мяч и штрафной. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Озил. Мац Кумельс. Помнишь, всегда во дворе считали, что три угловых пенальти. Еще бы. Но если в составе команды есть Мац Кумельс, угловые становятся еще опаснее. Пошли последние 15 минут. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. И Баттен выносит мяч. Озилы меняют. Я напомню, что именно его гол вывел команду вперед. Поэтому сыграл он сегодня неплохо. Балыш Джуджа. Вострел. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Считанные минуты до конца поединка. Ох, какая нас ждет концовка. Леон Горецко. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Мяч покидает пределы поля. Неудачная игра головы. Адам Салай. И пробил. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Будет навес. Атака завершилась. Защита справилась на север. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикают нас. О-ля-ля. Вот так пас Томаса Мюллера. Великолепно. Где кто? Навес тут должен последовать. Класс. Леон Горецко. Две минуты и прозвучит свисток орбит. Так, теперь все вперед. Вратарь, вперед. Все вперед. Атакуем. А вот теперь, наверное, все. Победа с минимальной разницей зафиксирована в этом товарищеском матче. Обе сборные показали неплохой футбол и хорошо размялись перед официальными матчами. Да, и действительно так. Так тут не стояла задача победить любой ценой, но это не делает победу даже с такой разницей в счете менее приятной. Правда ведь? Ну, несколько слов об игре Озилы, Константин. Как он тебе? Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так. Напоминание. Ну, я думаю, что и тренер, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним результатом. И так начинается у нас матч и сборная Германии в центре поля. Германии в центре поля. Германии в центре поля. Прижали соперника к воротам и... Грубо во дворе играет он. Желтое будет. Нарушают правила немцы. И арбитр предупреждение показывает. Продолжение следует...